Старейшему кладбищу Нижневартовска хотят присвоить статус «Исторический мемориал». Идея совместная сотрудников Краевического музея и старожилов города. Придуман проект, который включает в себя благоустройство территории, восстановление утраченных имен и фамилий, даже сайт с данными о первопоселенцах, участниках Первой мировой и Великой Отечественной войны. Подробности у Кирилла Волконского. На небольшом кулачке земли в старой части города больше тысячи могил. И это только официально установленных с именами чуть больше трехсот. Это первопоселенцы Нижневартовской пристани, семья Ламбиных, солдаты Первой мировой, например, Спиридон Панов, участники Великой Отечественной. Память об этих людях постепенно исчезает. Исправить положение, считают Криведы, поможет проект под названием «Старожилы память». Тут у нас покоится очень много знаменитых, интересных людей. Даже солдаты Первой мировой войны, участники Великой Отечественной войны. И, конечно же, очень много тружеников тыла. И хотелось бы привлечь внимание к этому кладбищу. Но своим проектом мы хотим создать схему этого кладбища в интернет-пространстве, чтобы каждый человек, который пришел на кладбище, мог посмотреть схему, где захоронены эти люди, почитать информацию о них. Это что касается самих вот этих выдающихся людей. Первые шаги к организации будущего мемориального комплекса уже сделаны. Помогли сотрудники коммунальных служб. На территории кладбища они провели уборку, расчистили дорожки, спилили ветхие деревья, установили новую ограду и помогли провести опись сохранившихся памятников. По максимуму постарались навести порядок. Все-таки потому, что это первое кладбище, это все-таки история города. И надо помнить память о наших предках. Мы будем его дальше содержать. Даже если реконструкция произойдет до данного кладбища, и мемориальный комплекс какой-то будет организован, то мы в любом случае будем его содержать в дальнейшем. Сегодня работа сосредоточена на поиске и восстановлении информации. Однако в городском архиве данные за необходимый период фрагментарны. Найти источники, чтобы узнать, кто и на каком клочке земли захоронен, невозможно. Церковных книг на заре становления советской власти вести было уже некому. А официальные документы, если они были, не сохранились. На помощь активистам пришли старожилы Нижневартовска. На базе нашего музея мы создали общество, называется «Сельчане». И очень много людей приходит, получается, к нам, которые жили у нас в селе Нижневартовске. Мы работаем вместе с Людмилой Михайловной Блохиной. Она у нас просто неоценимый человек. Она знает буквально всех старожилов поименно, помнит, кто кому родственник, и что откуда можно взять. Поэтому мы с ней работаем. Она нам очень много информации доставляет. Ну вот, складываем все по крупицам. Систематизированную, обработанную информацию вместе с фотографиями сотрудники Краевического музея готовы разместить на специальном сайте. А на самом Погосте на значимых захоронениях исторических личностей прикрепят таблички с QR-кодами со ссылкой на страницу в глобальной сети. Чтобы воплотить идею в жизнь, необходимы средства. Чтобы их получить, Юлия Витюгова представила свою идею на конкурс грантов губернатор Югры. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий. Вести Югория. Нижневартовск.